всем привет вы на канале гайби и с вами екатерина я на самом деле не планировал что-то записывать с точки зрения реакции потому что сейчас идет как раз таки просмотр новелл из джема 100 цветов вот ну с другой стороны ну другая моя аудитория как бы любит какие-то реакции поэтому я посмотрела что у меня в рекомендациях и у меня почему-то попалось такое видео в рекомендациях и я решила посмотреть кулинарный эмонгас в реальной жизни вот и в этой части видео видимо там несколько есть частей по этому проекту тут у нас участвует мастерников янчик янчик и горик сатир жидковский я она а эту а еду почему нет сразу предложил 100 потому что я на юмилю подписывался и она как раз таки часто смотрела у масленникова видео вот ну ладно хорошо давайте-ка посмотрим мне вот очень интересно что это за видео вернее что за проект вот и я подозреваю то что если готовят то наверное какие-то всякие хитрости друг другу будут делать команды и так далее ну в общем сейчас посмотрим так что присаживайтесь поудобнее готовьте чаечки печенюшки а перед тем как начать смотреть обязательно поставьте лайк данном видео и подпишитесь на мой канал да 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 а мы начинаем смотреть всем привет с вами суперстаз и это кулинарный эмонгас еда я сразу спойлер перелистну что будет выпуски так что все нормально сейчас я вам представлю две прекраснейшие команды в первую нас заняшина монтажник и горик шкале я где-то видела я я на и просто масленников наконец-то вместе в одной команде ну и во второй почти кликла ящик сатир важный сатир кизару калагривы и все дела житковский житковского я часто в тик токе встречала ну и замену сударю старый спасибо большое так ну что ребят вы готовы да сейчас правило правило шоу кулинарный эмонгас участвуют две команды по четыре человека среди каждой команды будет один предатель его задача всеми возможными методами испортить блюдо своей команды чтобы они проиграли если у предателя получается испортить блюдо команда проиграла и его не раскрыли то предатель получает 100 тысяч рублей нет а то есть получается даже в каждый во двух командах один есть предатель получается так что ли если его раскроет то оставшиеся три участников поделит 100 тысяч рублей между собой приятного просмотра то есть получается две команды для того чтобы приготовить блюдо и чтобы самое главное приготовить самое вкусное блюдо и в то же время в в этих же командах есть предатель и за это время во время готовки нужно выявить предателя чтобы он не натворил никаких бед во время готовки и цель того что не просто выиграть а просто как я поняла выиграть главное сделать блюдо вкусным и как по рецепту и наверно скорее всего там будет рецепт да поэтому напишите в комментариях вот кто смотрел данный проект что еще может быть такого что я могла не озвучить потому что это для меня вообще вообще в новинку ладно продолжаем держим вам ты кстати знаешь что ты ошибся и настоящий шиномонтажник то это старый сейчас открываем закрываем глаза и только мафия открывает глаза все закрыли пожалуйста все честно открывает мафия тут получается даже одновременно и мафия позже мы это получается among us битва шефов что так называть мафия уже три игры в она проекте боже мой ну что дорогие мои друзья по местам давайте готовить и сейчас мы готовим бургер хватит болтать погнали тут даже для нас никто не сказал кто мафия вот кстати вот это правильно вот это прям правильно потому что когда заранее знаешь сразу как-то неохота потом смотреть как ни странно вот ну давайте-ка посмотрим можем может быть мы догадаемся может я догадаюсь кто кто из них там мафия или же тут прям дали такой намек хотя ладно ребят ну что время пошло и пожалуйста не отравите меня мы постараемся блин я я я думал другая задача смотрите я объясню ситуация такова что я так плохо готовлю что я не мафия но блюдо может быть испортим игорь пытается отвести подозрение друзья пока начинается готовка давай высева тоже я должен корж сказал знаю давно и хорошо одного из людей в этой команде я с уверенностью в 97 процент пьешь кофе ты прямо готовишь я не могу без него нормально он не повар знаю тебе говорю стой замолчишь на он кофейный гурман старого хорошо и давно я могу с уверенностью в 97 с половиной процентов заявить что я мафия дары да а я 97 процентов могу заявить что это ты а он просто всегда повторяет любви я за тобой не повторяю есть у меня на то свои убеждения доклад давайте поступим грамотно чтобы мафии не было маневров во первых надо нам будет парами а то есть во время готовки кто-то может что-то подсолить что-то подложить а я поняла все таки скорее всего маслеников не мафия если он предложил по парочкам идти сразу видно кто в синей команде сразу готов сразу готовить пока они там договариваются а я просто это все приготовлю быстрее в этом этого полчаса будете болтать и про ваши темы а я я сготовлю не умеет врать достаточно просто спросить старый ты мафия нет стас а вот эти флакончики перемещать а вы нюхали вообще мужики-то ну-ка это вообще спрятать не не стоп а куда ты куда ты его положила и истиция нам опять забыл это слово как называть мясорубку за рубка я пятый раз не могу запомнить слово мясорубка 5 так в общем смотрите вопрос такой надо ли мыть руки потому что автоматом блюдо а вы руки помыли то а вы руки мыли она а если нам это не надо есть это есть все равно я буду туалета оплачивают за то чтобы поесть то что не мытыми руками готовил жидков а чё значит нарезать на четыре части лук что такое же вот это мой нож алексей он нам идет ау а вот можете руки помыть пожалуйста никто это не может сказать как кричать оттуда да да а может быть в маме потому что когда все болтали мышь не видели когда участник резал мясо до этого и был руки или нет так сразу синий команды вы есть подозреваемый окей включайте же аппарат работаем а где у нас розетка давай с этого с толчка заводим а ты помыла мясо нет за почему ты не помыла я думала чистое мясо на дуга ты сразу пшикнем нет я шучу шучу я правильно понимаю ну написано помыть мясо это видимо важно дать помоем неважно давайте помою ну по идее надо помыть мясо мало ли что вот а так если брать мясо в магазине то нужно внимательнее как вы смотрите на внешний вид и обращать внимание на запахи вот это самое главное и я вот если я и люблю мясо есть но вот с готовкой именно связаны с мясом вот тут смотря как я обычно делаю фрикадельки вот то есть обычно я как бы когда готовлю я тушу мясо то есть сами когда они уже когда фаршиком уже уже как шарики вот и по сути я чуть ли не варю их когда тушу мясо вот а вот когда жарить вот это уже другая проблема на сковородке потому что бывает такое что мясе могут быть не бактерии а скорее всего личинки которые как бы принципе очень-очень опасны и как я слышала лучше всего прожарить хорошо мясо чтобы не было ничего чем не дожарить вот или просто не берите такое мясо и не берите заготовку если умеете готовить вот я в основном только отвариваю мясо а потом уже применяю в каких-то блюдах мы так далеко не будет бургер сделал когда мы это будем перемалывать как это слово называет за рубка из-за рубка мясорубка все сложного она мясо руби рубит мясо и этим у нас займешься ты подождите подождите дырочку мясо в дырочку меня этим я занимаюсь регулярно только не пальцами а ступой ступость может пальцы трубить конечно конечно же можно вот так а где так не нас ломаешь стоп у нас есть рецепт очистить ну в тоже при тут есть люди которые раньше не занимаясь готовкой ну как бы это понятно окей вот то есть не так что это может быть мафии а хотя да надо надо же было догадаться что нужно было почистить внешне пошла 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 девочка пошла вы кстати перец сюда можно сразу добавлять боже мой а вы типа в курсе что у нас амангаз кулинарное не просто кулинарное шоу нам надо перемешать саш ты рано этим занимаешься опа какой четверо саня саня можно прям ротик кусочек а тут по-моему засорилась ой господи они пошла 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 а только сейчас включили потому что а да нужна специальная штучка который давит а почему у них нету я подозреваю то что предыдущих видео по этому проекту кто-то наверное либо потерял либо сломал что-то поэтому или же просто участники не нашли ступку специально которая как раз таки помогает сдавливать и чтобы потом фаршик все выходило вот у меня есть тоже мясорубка электрическая но я помню когда с родителями жила там у них есть поставить по старинке такая весорубка который нужно прикреплять столу которую нужно крутить ручкой вот и для меня это как-то привычно вот а вот я конечно сейчас покупаю упаковки с фаршем в основном мясо вот а так у меня тоже стоит мясорубка но я еще пока не пользовалась и не знаю рабочие или нет хотя вроде бы рабочие сучком вместе перемолота не все клеится а почему тут вот эта штука тут это для перемешки это для кофе это для кофе штука среди меня слежу юта да я просто лук режу вот это уже валялся столе все-таки нашли процентов либо жидковский либо сайтирует так а мы кто это монтажник давай солью работают одну треть чайной ложки соли ребята просто посолить на глазок опа так вот этого а вот это интересно вот он сразу хотя поперчить то есть получается как бы он не пир не первый раз пытался что-то подложить даже хотел ароматизатор каких ароматизатор использовать в мясе то есть хотел капнуть а тут еще он хотел покрутить над мясом вот это сразу подозрение пока что тот подозреваем извините что я не знаю всех остальных как зовут то что я минимум кого-то я знаю вот это я не слежу ну кроме масленникова конечно же вот и ну простите вот если вы хотите напишите в комментариях про остальных кто тут участвует вот кто они чем какой у них контент тогда я обязательно почитаю вот на глаз принципе можно на глаз но не так что монтажник хорошо умеет готовить я вот например я вот точно что я могу на глаз делать смесь для оладий смесь для теста вот потому что я часто готовил я как бы могу на глаз это делать а вот все остальное там например тортик сделать там чтобы он пышный стал я в основном все по по рецепту еду если сказано ложкой значит ложкой я в основном выбираю рецепты которые как раз таки там чайная ложка столовая ложка потому что у меня например нету специальных весов которые для готовки ну там есть просто рецепты которые как раз таки где нужно понять вес ингредиентов чтобы его добавлять и чтобы было как по рецепту вот кому как кому как удобнее конечно какой на глаз мы сейчас на глаз насыпем эту соль дай сюда блин сыр такой секс порезь сырку лучше так как они готовят в принципе блюдо уже испорчено можно ничего не делать она просто уже из нас отличная котлетка что тебе не нравится отличная котлетка реально напишите комментарии кто солит и перчит ложкой вот такими крупными но будет хром садить можно по-разному щепотка если будет сказано щепоткой значит нужно взять пальчиками и это если сказано ложкой то значит ложкой а на глаз профи делает все боже мой я мне нужно заняться готовкой да мне нужно щепоте делать вперед альки да пацаны пацаны дамом совет как кулинарный если вы хотите сделать красивый конечно с одной стороны пожарил другой переложил сверху просто берете микроновку растопили раскатали и становится большой кусок ну да не можешь делать так поджарить с одной стороны котлету потом перевернуть ее положить сверху сыр и все он сам можешь хорошая жрала вы кстати с ним вдвоем сожрались почему мы делаем по бургеру папа сразу два подозреваемых то есть как бы я сейчас не откинулись подозрение насчет этого персонажа боже мой у меня еще тут это выскакивает тасс один матера 2 то делать а тут получается вот эти подъедают то есть один из них то точно предатель потому что один такой начал а другой подцепился и как раз таки сразу предатель правильно делать потому что сразу попадает под подождение второй человек и когда будут сливать я не знаю как это происходит вот здесь может быть есть определенное время видимо после готовки я предполагаю что во время дегустации вот как раз таки вот один из них начнет аргументируя то что происходило на кухне свалить вину на другого то есть на того кто не предатель и того сольют вот и у нас получается что вот этот он конечно что то конечно странно себя вел но в то же время он ничего такого подозрения не не давал а вот этот почему он начал он сначала все мирненько все делал и так далее а вдруг он решил срезать сыр причем он он сам захотел срезать сыр то есть получается он как раз таки предатель может быть в общем вы поняли мою тарабарщину так что посмотрим дальше вы сейчас режем подожди а ты перец добавил да чуть-чуть ты же видел я еще говорю смотри диме чуть-чуть добавила что еще добавила перца нет а вот тут раз и все так давай так твое руку понюхай ладно у тебя просто руки были в карманах я уже подумала может быть меня вообще все пугает у меня сейчас будет паника жарить кто ее ходит бекон жарить бекон вот этот где где комфорки все ну ты так прямо силы то не давил что ты тут делал нормально нормально все идем жарить котлеты алкера а вы понимаете что янчик там один что-то делал я вам говорю пойдите за мной смотрите комментариях важно ли перед жаркой мясо положить его в холодильник я считаю это необязательно тебя есть рецепт а это игра вопрос почему вот так вот каждый начинает с рецепту хейти джин понимаешь диман если вы все по рецепту двигались не было бы поваров мишлен не было бы ну хорошо 10 минут за эти 10 минут мы можем подарить бекон это надо сделать факты все нагреется точно да 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 надо не надо зашипит папа что он сразу предложил то плевать вот это ай-яй-яй-яй-яй-яй кто пойдет два человека найти диман после с тобой я тебя мясо дела это нет 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 нужно пойдите саньком ты будь ян и помочь поменяем паре как раз и вы самые подозрительные два типа чего и ты они они самый подожди посолим а надо попозже солить тихо немного позже когда нужно поджарить и не солит потому что вода выйдет фарша воды особо как до того и нет у меня посмотрю где меню вроде бы фарш и есть еще жидкость я пойду посмотрю вот так объявил об этом вы оба говорит что надо не по рецепту и она ты не помыла мясо ты спрятала колпачок также давай-ка мне не ляляту хорошо что пожарить бекон масло не забудь туда я туда шуруйте вот эту вот жать но тоже вы все не жарьте куски нам же один только мы пока можно поиграть с цифра может просто мелкими слайсами нарезать как я хочу слайсами такими да как очистил ты понял кто-то нажал саботаж один раз за раунд предатель может выключить плиту нажав на кнопку чтобы восстановить работу все участники должны договориться и одновременно нажать свои кнопки тогда плита заработает так стоп а у меня у меня у меня не у меня руки были на сыре в этот момент и сабота на то что видел я старый забыл убрать кнопку а вот это интересно да может все-таки нажал случайно кто кнопку нажал игорик у тебя у тебя руки у него в руке амотаж был в руке вот сейчас это у них в другой команде а все слушай ну мне кажется как эти уже давай она уже горит ребята его я уже тебе доверяю как будто ты не что случилось они могут знаешь только что жарить бюкон очень сильно кто-то из них это уже готово есть тарелка тарелка нормально стас любит хрустящий тарелку пожалуйста так это янчик делал куда воняет это вот эта штука воняет нет 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 если бы он добавил мяты это почувствовалось обрежем все-таки в синей команде кто-то что-то подкапал хотя вроде бы не там все проверяют все у меня у нас минус бекон куда ты пошел на кухню из нас я стоп я проверил что у тебя после тебя не воняют а булки вы оставили доверили старому жарить вы безумцы давай беги дима трогал фарш надеюсь он ничего туда не добавил я вместе с ним стою давай фарш и давай формочка она там сколько мы делаем 8 9 тут нитка нитка что я нашел к нам кто-то прыскнул вот сюда какой-то все-таки тот был прав когда тот тот нюхал все-таки кто-то сиди команде кто-то подлил это же есть так тогда нужно вспомнить кто там был только тот который с кофе ходил да скорее всего тот кто ходил с кофе он под подозрение или тот который первый начал суетиться и нюхать а флакончик был открыт и как бы они не сразу подумали то что кто-то мог капнуть может кто-то оставил открытым флакончик поле надо быть внимательным да она воняет понюхай дается помогу давайте заменим булка это если булка нам она горела это вот давайте отобрали серьезно нет вот она все таки вот этот предатель все понятно стажал предатель тот кто все сожрал поняли идиот мне сказали стой тут и смотри чтобы ничего не отравили я эту задачу выполнил выполнил то что я скушал котлетку не знаешь что я плохой человек ребят просто проголосуйте какая команда лучше но это полный просто вахханалия чем они занимаются непонятно а дима что делает я обжегся да да все пиздак отлетит ну давай ее как-то собирать вот сюда в масло похуй да что ты делаешь ты бабе бля нет а готова или нет не знаю нет не готова она нам он сырая внутри а я знаю давай сделаем такой фарш но боже мой проверяю пахнет или нет не пахнет ничем у нас никто не портил блюдо это как что он делает мы делаем другое блюдо макароны по-флотски не просто макарон а бургер по-флотски делали от случилось ладно все у меня времени салат огурцы огурцы малосольное берем ребят осталось одна минута особи ты где вел сапетки вот это же салфетку одну его возьмешь давай спасибо мы протрем просто наше блюдо сыр несите и одну вы еще ребята мы старались тихо не нарвались главное чтобы вкус был да подожди куда туда на мясо ладно давай давай туда уже нормально я не могу поверить неужели никто не испортил я на ты просто хорошо тыграешь ты испортил мне это слишком хорошо я думаю это ребят 30 секунд все заканчиваем мне кажется нужно при дегустации ингредиентов нужно чтобы не один проверял а двое вот потому что тут действительно то и девчонка была одна она в основном проверяла запахи на вкус вернее вот но с другой стороны те кто давал ингредиенты тоже как бы мог быть предатель потому что а там нормально да все нормально все по рецепту да 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 все нормально да 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 это тут как ты просил как не поджигана нет все нормально все готово я красота да он пахнет вот это ходит отравой понюхала запах пахнет открой он помидором пахнет не помидор понюхал помидор мне он ничем не пахнет санёк это кетчуп а чем он пахнет вот этим ты хочешь сказать так ребята главное что здесь происходит надо попробовать надо узнать у кого же бургер хуже не сначала давай так за стиль 20 отдаю синим конечно по запаху кому отдаю сейчас вот и нормально за них не что смысле все там унюхал конечно напшикали усилители просто накидали всего что у вас было накидали туда любого запаху я вам отдаю тут что-то подпортер а все-таки там кто-то засоветился насчет запаха а понятно у меня прям понравился бургер у синих мне прям хочется съесть то есть как бы новаторство еще то что не котлетка фаршика хочется съесть я обожаю когда много мяса я люблю мясо я причем давайте попробуем ешь наш ну блин то странно делать ты порченый ешь впервые а потом наши это неправильно чё фа он просто невкусный ваша питерская котлета что ли жареная и солили пересолили соленая ну давай теперь наш вот что значит на глаз так ладно пробуй с этой стороны вкусный бургер кого-то не портили у них так это команда проиграла кто из вас мафия мы солили мясо 1 3 чайной ложки соли просто посолить на глаз стоп 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 ты че делаешь я не понимаю потом включили в холодильник нет я тебе не доверяю блин ребята просто объективно ну мальчики ну какая разница положил ты в холодильник на 10 минут или нет большая у тебя рецепт есть потом я пришла сюда попросил принести мясо я смотрю там соли просто дофига и я еще говорю кто-то дофига туда насыпал я уверена дима добавил очень много соли пока я ходил так вот смотрю а самым вален все-таки нужно было подозревать тех кто слишком тихий был и носил вы дима то подожди нифига мы когда там стояли мы ставили мясо в холодильник я пошел открывать холодильника там мясо нет мясо не было они мясо забрали уже что они вот мясо то есть получается кто-то достал и был как раз таки тот чувак который хотел подсолить оставался он но в то же время мы не знаем про этого персонажа что он делал все но стоит сбоку надо брать мясо ты мешал мясо руками а мяту кто добавил соль в кармашек там уже дома я зову вас дима сик с чего вдруг потому что я стоял этот бургер сразу нет я думаю что это не масленников нет а теперь забыл да чуть-чуть ты видел я еще говорю смотри диме чуть-чуть добавил серьезно а все-таки он а я думаю почему она акцент делала а почему-то руки держал в артуке серьезно и оправдание я уже тебе доверяю как будто ты не мать ребята но не просто мне интересно когда у вас вы все вместе как можно было использовать во первых я был готов к этой съемке и на всякий пожарный взял с собой специально отдельно к рабочих соли пол во вторых я не обжегся я ходил другой команде напрыскал на руку мяты или вот этого дерьма и снизу помазал бургер чтобы сверху его не учусь а может быть кто-то из синих не успел подкозлить но там тоже была тема с мятой скорее всего а запах мяты или капелька попала в блюда тоже то есть у них тоже чувствовать нотка мяты то есть пока что и синие команды никто себя не проявил с точки зрения предателя но дима снова всех переиграл я думаю что руки воняли я так говорю что воняют руки замяты и меня посмотрю где меню а кстати да а может быть он серьезный он был самым тихим то есть получается точно а я я у меня было предположение во время просмотра то что и тот может мог быть потому что он вечно с копе кофе ходил блин надо всегда придерживаться стратегии такой а кто не на все не совсем явно себя показывает и дает себе то что подозрительный это и есть предатель может быть где моя логика нет это уже жестко а а афигеть смотрим так ну что второй раунд я раздаю карточкой смотрите умоляю вас не испортите картошечку с пюре что бургер мы нет бургер был восхититель так поехали вам вам янчик специально был плохо мафии чтобы было вкусно тебе сейчас еще поменяются местами блин прикольно мне понравилось да старый мафия старый мафия в этот раз точно причем старый подход егорик яяна можно не мальчик саня монтажник все закрыли откройте только мафия посмотрю как здесь будут вести себя не закройте глаза откройте смысл время пошло можете готовить открыть глаза то или нет пары такая мафия просто ужас вы делаете картошку а мы котлеты давайте давайте ну ты почистите просто сварить зачем честь она и так почина молодая нет от корочки очистить надо старый так мякиш делай как на зоне только папа там был слепи нарды как тогда когда сидел и потом в конце узнаете то что дима в самом начале заменил водопроводную воду на флакон яда ребят это самая экшн-часть этого ролика подождите а куда сатир? мальчики что вы делаете господи зачем ты такой мразь делаешь? взял обрезал ножичком что ты стоишь? да старый все уже он поплыл мафиози чем мафия да вот так зачем господи вот так вот сделай зачем так долго ты делаешь у нас время то не резиновое несколько хотя бы две три наверное а это во вилка давай пойдем давить картошку это во вилка это вот смотри Сука вырезать это не молоко это молоко нет это молоко не молоко подожди надо попробовать надо попробовать нет кто сказал то что если все правильно это молоко вот сливки это молоко старый как ты сразу поменялся, это просто ужас. Какая у тебя сразу другая вообще все. Я знаю, да. Смотри, в какой тебе надо компарку? Как-то вот так она выбирается. Как-то вот я не понимаю до конца на самом деле. Это кортье. Давай, давай. Это кортье для старого. Леха, скажи, зачем мы вот этой хуйой занимаемся? Замачиваем. Ты про съемки в этом ролике? А что вы делали там вдвоем? Какая тебе нахуйня? Это не ваша юрисдикция. Занимайтесь своими вопросами. Они же не могут быть вдвоем мафии. У старого абсолютно мафиозное существование во всем. Он напрягся. Он такой неестественный стал сразу. Я вообще не умею. Я сразу палюсь, потому что я мафия. Мне нравится, что я... Ты даже базарить разучу. Дима, у тебя есть твоя с предыдущего раунда? Слушай, мне кажется, эффективнее всего солить тогда, когда без воды. Сможем вот так посолить. Знаешь, прям при мне, знаешь, гадит. Ну все, хватит. Дима, хватит. Пацаны, а кто у вас мафия? У нас старый, старый, старый. Вот еще раз давайте. Старый, ты мафия? Нет. Смотри, он красный, как за... Ну, кстати, да, может, он действительно мафия, он так ржет. Ну вы делаете котлеты или нет? Ёб... И добавим еще вот этой штучки. Соль на месте. Так у Димы свой коробок. У него нет больше. Не, у меня есть в кармане, но я ничего с ним делать не буду. Делает олиби. Очень спешу, если я на второй раз мафия. Господи, кто такую купил говняную овощечистку? Картошка упала на пол. Слушай, ну мы справились. И мы готовы жарить уже эти. Котлеты? Да. И знаете, что тут еще? Тут еще соус, смотрите. Понюх. Все, родина. Давай я включу. Пиздец, какая мразь, а? А кто это? Я ничего не понимаю. Кто это? Вот всю жизнь его жена и на этой плите и дрожится. Реально. Кто создатель этого? Вот кто это? Что это за бренд? Шот Чиран. Что это? А вы просто вариться поставили? Да, мы поставили картошечку вариться. Качественная. На кого думаете? На Егорова. Если Дима второй раз, это мем. Старый, такая мафия позорная. Это уже даже не обсуждается. Если в первом раунде я, ну типа, говорил это и не был до конца уверен, то сейчас, когда старый Мафия делает это так, у него краснеет лицо, закатывается вот так, глазами, говорит. Ты не мафия. Честно, я не понимаю, какие пользуются. А это чья картошка варится? Ребят, вы врубаетесь? Может, какой-то блок стоит. Вы врубаетесь, как это? А что вы, блядь, сделали? Знаю, блядь, ты ушел, мы все испортили. Что ты сделал? Сейчас надо просто пропустить. Все нормально. Подожди, пропустим через мясорубку? Просто какой-то пётный фарш. Что это? Вы больные? Это вы, что ты, не я. Это ты, старый. Давай, ты что? Ты себя топишь. Перестань, просто не говори, не отрицай, не отрицай. Ребят, есть эксперты? Помоги мне пожарить картошку. Они такие дебилы. Ну, кроме Алексея. А что это ты, блядь, лизнул, а что Алексею? Потому что Алексей хоть что-то делает, блядь, в отличие от вас. Кстати, да. Он прав. Я делаю еще не менее важную задачу. Я всем открываю глаза на то, какая ты мафия, старый. Позорная мафия. Я вам харкнул сюда вашу... Это наш картошка? Да. Ладно, нам нужно сделать одну котлету, выкидываем. Кошкам, кошкам, отдаем, не выкидываем. Кошкам, кошка. Просто Яна одна мешает. Одна. Не, я не мафия, Диман. Я не мафия. Я уверен, это либо Яна, либо Саня. Ты мафия? Ну, блин, это смешно всегда, когда ты так смотришь на меня. Ты где мафия? Нет. Нет. Я тебе друг? Да. Ты мне врешь сейчас. Нет. Не грешь. Если я тебе вру, можешь мне подстрачника въебать в конце. Отводит подозрение. Старый, отошел, блядь, сюда. Мафиози на еб... Черт. Хорош. Ну, в этот раз в Марфе точно ничего не сделают. Я уж буду следить за этим. Честно хочу сказать, я очень кайфу от того, что я не готовлю, а просто пробую. Буду много таких шоу снимать, ставьте лайк. А мы с тобой так держимся, как будто мы сейчас будем какого-то малыша в пруду вот так кидать повыше. На самом деле, это я мафия. Нет. Это ты мафия, старый. Это ты такая мафия жесткая просто. Ну, мы можем с тобой... Вот смотри. Давай какое-нибудь желание, короче. Желание. Давай. Давай. У меня желание, чтобы в следующий раз, когда ты был мафией, ты так не спалился, как был... Хорошо. Так, я предлагаю тоже просто вот так вот снять его. Я ничего не делал. Так, ребят, если что, я нейтрализовал главного, подозреваемого. Почему я, она одна занимается мешком? Вдруг она мафия? Она девушка? Ну да, но она одна это делает, и ее никто даже не контролит. Мало ли там она уже насыпала соли. Я нейтрализовал человека, который, очевидно, спалился с тем, что он мафия. Теперь он в моих руках, а пацаны нормально готовят. Так, и та, и та команда кто-то один держит, подозреваемого. Ну, в принципе, хороший ход, но надо все равно внимательнее смотреть. Случай, просто security. Так, стоп! Стоп, стоп! Не, оно не пшикало. Он слишком часто пугает такими моментами, как бы, я, конечно, все поняла, но не слишком ли это много? Кто из нас? Так, стоп, куда полез? Вот! Она теперь пахнет! Ты брешь, ты гонишь. Ты нахрена столько масла налил? Это должно быть 0,5 мм. Какие 0,5 мм? Пытается вербально наговнить, не слушай его, не слушай. Сатир, ты дикерат, блядь, полный. Да, ты просто бордовая ебала старого выдает его всегда в таких случаях. Блядь, только воду не наливай, прошу тебя. Делайте все, как не говорит старый, делайте все наоборот. Та уже горит, плита горит, плита горит! Кроме пердака старого не горит ничего. Ё, вроде, что вот происходит, где хозяйка, блядь. Я не понимаю, это что такое за разрушу? Кошмар! Ребята, вот смотрите, сик-сик. А как ты будешь оправдываться, если я не мафия? Ты мафия? Нет. Тут нет варианта правдоваться. Хорошо, окей, как ты будешь оправдываться? Будешь оправдываться. Ну, вот. Зачем меня оправдываешь? Будь извиняться. Перед кем? Передо мной. Так, а почему выключилась плита? Так, кто сам? Шазовые ноги-ноги. Это Яныч. Отвечай, это Яныч. Ты тура? Смотри, знаешь, почему? Потому что ты отошла разговаривать. Где твой брелок? Это ты? Нет. Где твой брелок? Блядь, вообще странно. Она одна тут готовит, и даже никто не палит. А ты не жмешь на кнопку. А, нажать, окей. Стоп. Стоп? Откуда ты достал только что кнопку? С кармана, блядь, нихуя. Из кармана? Нет! Ты с... А, а он достал из карманов джинс? Стоп. Погодите-ка. Надо еще раз повнимательнее посмотреть. Погодите-ка. Странно, она одна тут готовит, ее даже никто не палит. А ты не жмешь на кнопку. А, нажать, окей. Стоп. Стоп? Откуда ты достал? А нет, из фартука. Только что кнопку. С кармана, блядь, нихуя. Отсюда. Нет! Ты с... Отсюда только что. Подставить, да. О, не доставал ты! Я смотрел на тебя, ты резко вот так. Ничего, что я вот так руки держал вместе с Димой рядом. Он видел, алло. Настрой плиту, чтобы работала здесь и там. Так, окей. Сразу... Тот, который вечно... Деградируется, что-то накапать это... Понятное дело, в блюда. Скорее всего, тот попадает подозрение, который начал обвинять кого-то. Мама. Посмотрите камеры. Вот в руке было салфетка. Вот эту съемку ебаную, блядь. Так, стоп, съемка, давайте смотреть срочно. Ребят, ну у вас такие прям котлетки, как в детском ресторане, знаешь. Ты, я не понимаю, что на нашей котлетке свой роток и раздеваешь? Понюхай, понюхай. Туда не напшикали? Нет. Туда не напшикали, старый? Всё, у меня проблемы... Ты же у меня с обонянием проблемы. У меня, кстати, тоже проблемы с обонянием, поэтому не все могут, кстати, распознать запахи. Я, я не знаю, я не сказала бы, что я болела ковидом, но всё равно я каким-то образом переболела, потому что перед тем, как ложиться рожать, я делала прививку от гриппа, то есть, женской консультации. Там обязали сделать прививку на тот момент, когда ковид еще шел, обязали прививку от гриппа, то есть, не от ковида, а от... Ну, не от ковида, ну вы поняли, от гриппа мне поставили, и то впервые жизни за всей моей жизни мне поставили прививку от гриппа, вот. И в то же время одновременно родители сделали прививку от ковида, и из-за этого я, во-первых, приболела, во-вторых, мне никто не сказал, что у меня ковид, потому что два раза приезжали, ничего мне не сказали, что у меня всё критически, всё плохо и так далее, просто приезжали люди в скафандрах, можно так сказать. А когда поехала рожать, как раз-таки уже подошёл срок, те после второго раза не явились, и когда я уже выписывалась, у меня приходится уведомление в госуслугах, что у меня, оказывается, был ковид, и я такая, если у меня был ковид, то чего вы меня не увезли? Специальное место для меня, роженицы, которая должна рожать, потому что если у кого-то ковид, и как раз-таки те, кто рожает и всё такое, как бы в другое место увозили, это я точно помню. И как раз у нас в это время для ковидных, ну кто как раз-таки рожал и так далее, их-то отвозят, как раз-таки отвозили в Краснокамск. Я такая, окей, и скорее всего, я думаю, что у меня обоняние не из-за этого пропало, тут потому что ещё даже когда ты родишь, и через какое-то время всё равно тоже такие же признаки могут быть, как у ковида, тоже там что-то пропадёт. У меня было такое, что у меня был очень резкий, резкий неприезд к некоторым продуктам, например, к яйцу, вот, то есть очень резкие запахи пришли для меня. А потом ещё через какое-то время, ещё несколько месяцев прошло, и у меня всё устаканилось, и как раз-таки вот в этом году у меня просто с обонянием что-то пошло не так. То есть я не чувствую какие-то продукты, которые раньше я чувствовала, а сейчас они не чувствуются. Если я и могу почувствовать, то только если попробовать на вкус, то есть языком, вот. А носом я никак не могу, жесть. Типа чуть жидкая сметанка, знаешь, такой должен быть вайп, жидкая сметанка. Она холодная, просто. Что? Ты идёшь? Да в смысле? Объюхивают. Ну я не помылся сегодня, что мне сделать? Не забывайте, что у вас сейчас соус. Какой соус? Займите вот этим, пожалуйста, будь полезным. Почему картошку выключили? Почему выключили картошку? Масло упало. Янчик, жёсткая мафия, походу. Вы видели, как он сладкий? Ян, для второй раз мафия. Да, он второй раз мафия. Яна, много. Невкусная питьня, Саша, хочешь попробовать? Это странно. Надо сначала дать нам попробовать, чтобы те вы поверили. Кстати, да, она сейчас очень тихо ведёт себя, то есть есть и прошлые катки, и она как-то пыталась что-то делать, именно говорила со всеми, а тут как будто бы она действительно как-то притихла. Может быть, она действительно мафия, тем более она немножко перчила, не перчила, а соль ещё добавляла, может быть, и она. Теперь попробуем. Посолить надо или что? Давай ян. Нет, просто невкусно. Очень много муки добавили. Так. Я хапнул паров, картошки. Это полезно, это полезно. А ступы нету? А, ступы нету, здесь же... Что за бред, так не получится? Давай вот этим. Я попробовал просто. Это какие-то макароны. Она выглядит прикольно. Прикольно. Она смешается просто и всё. Мятой пахнет, ты что, пшикнулся? Она упала так, чтобы при вас быть, это не мятная хуйня. Меби соуса. Меби соуса. Я только что попробовал соус. Чувствую тебя. Да, кто-то из вас бы. Она так отбрадовалась, слушайте, а он действительно просто попробовал. А надо было, кстати, посмотреть, был момент, когда он там подходил, как он там подошёл. Вот тут как раз-таки нужно было смотреть. Я просто попробовал вот тут. Ну тут, конечно же, для нас могли и вырезать этот момент. Но, когда он пробовал, было всё хорошо. То есть он ничего не сказал. Может быть, может быть и он предатель, но в то же время... Хотя да, может быть он предатель. Ладно. Спалился жёстко, может быть. Ален! Руки, руки сюда дай! На, нахуй, мято! Какая, нахуй, мято! Какая, хуйнято, вы чё, дураки! Дим, понюхай руку, где мято! Мято! Все сказали, ребята. Происходит непонятно, но, честно скажу, походу там определили мафию чисто по рукам. По рукам? Походу, там торологи, вот эти, как его, по рукам, по линиям. Окей. Чё ты там мне говорил? Пиндель я тебе должен дать, б***ь. Ещё раз говорю, где вы нахуй мято почувствуете? Да, по-моему, вот здесь, вот прям вот здесь она, она прям вот здесь вот какие-то делишки всю проворачивает. Всё, я старого держу, как раньше. Да, б***ь, держи ты Янчика. Да, короче, я поработаю. Янчик делает своё дело. Да. Ты дурак. У меня ребро болит. Ты дурак. Нет, ты дурак. Да. Он обрюк. Я хочу, а ну чё? Боже мой. Они сказали, что соус обязательно. А дай мне попробовать соус. Он просто невкусный, он мятый не пахнет. Я не понимаю, ничего не пахнет мятой, чё за хуйня? О, как красиво, вкусненько выглядит. На эти помидоры и на старого, который был мафией, тоже. Блин, надо всё-таки потом пойти и приготовить приготовки. Я очень хочу есть. Так, ну что, ребят, второй раунд, финал. Давайте оценим внешние блюда. Они приготовлены за 35 минут. Я в шоке. У синих классно. А, нет, у синих классно. Здесь домашнее, здесь и ресторан. Вот я так скажу. Мы все любим домашнее. Ну, а мы как бы не дома. Это с любовью, как мама готовила. Да, давайте в комментариях пусть решат, чьё блюдо лучше. Вот пусть напишут в комментариях. Напишите красное или синие. Поехали. Запах. Красивый цвет, кстати. Ну, пирожка, да, красивый цвет. Как будто мятой пахнет. Нет, не пахнет. Не пахнет мятой. Да всё хорошо. Ой, жук. Чувствуй запах мяты. Это от твоих рук, твоих. Ну, у нас мы её нейтрализовали в самом начале. Конечно, нейтрализовали. А, это вот труп лежит, мафик. Чего? Что случилось? Невкусно? Тут как будто больше соли, чем картошка. А кто солил? А вот хуй, ресторанчик у вас. Стас, а может ты не раз пробовал? Попробуй. Давай всё попробуем. Либо Ян, либо Лёха. Ян постоянно солил. Мне кажется, вот это надо... Аааа. Пересолили? Аааа. Какой мой жой. А кто брал ответственность готовить пюре? Ну, так, если... Блин, я забыла в тот момент, просто я думал про красных больше. Лёха. Лёша. НО! Я тут сразу. Лёху, ты харкнул туда, урод! Да куда, бля? Он из торта, бля. Конечно, куда ещё харкать? Нормально? Сол. Не перца, не соль, вообще ноль. И несите соль, и перец. Это ж по вкусу, Стас, сделает. Ты только что пшикнул. Он только что это сделал. Что бы... Что только что? Да да, это пахнет же. Фу, мята. Да о чём вы нахуй? Серьёзно, ты сейчас пшикал, блядь. Да не может. Ванюха, ты мята. Фу, она была внизу. Я? Внизу? Нет. Ты я, Лёша? А, то есть, тебя сюда в тарелку брызнули прямо перед тем, как подать. Аааа, то есть, перед тем, как раскладывать подачу. Это либо я, ты дурак. Это не старый, мне кажется, это Лёха. Это Лёха. Это Лёха, блядь. Я видел в моменте, вот так вот посмотрел в камеру, он там был бы, но так смотрит, и идёт в камеру, как вот так и взял. Может, не показалось? Лёха, ты же мафия. Ну, я думал, как... И я. Кстати, может быть, на трассу он. То, что там же пюрешку, кто готовил? Я вот не увидела этот момент. Это ты, блядь. Сука, ты не старый. Это не я, дебил, блядь. А зачем ты так строил? Зачем ты так строил тогда? Да, потому что я сказал, я загнался. Ты умол. Да, Лёха, о чём? Я ничего не трогал. Он не пшикал. Чё ты к мяту за похоже? Она была на тарелку. Вот она! Ну-ка. Тут как будто больше соли, чем картошки. А кто с ней? А, вот. Всё-таки он, офигеть. То есть они изначально поняли, что вот этот мафия. Блин. Ну, в принципе, да, это как бы... Действительно, было очевидно то, что если он попробовал и ничего не сказал по поводу блюда, то, скорее всего, да, это он. Потому что после него, потом, когда пробовали другие участники команды, они распознали какой-то странный вкус. Ладно. Окей. А теперь здесь разбираю, кто из них мафия. Кто здесь в синем углу рынка. Это... Ну, вы поняли. Класс. Ни перца, ни соли, вообще ноль. Я добавляла без остановки. Они мне все время остановили. Принесите соль и перец. Это ж по вкусу, Стас, делай. Вот она! Сейчас, пацаны! Это жёлтко было. Это нельзя! Сейчас вообще нет! Хотя нет, он не смотрелся. Просто, когда пшикают вот эту штуку, оно яро, очень ярко даёт этот вкус. Главное, ещё этот подметил, как раз-таки тот, кто оценивал. Сейчас нельзя. И он как бы битил всё. Если бы они не увидели, то было бы хорошим. Броте надо было ногой её стукнуть. Я пытался сделать всё, что мог. Саш, хочешь попробовать? Это странно. Вот здесь, кажется, в момент, когда все отвлеклись. Я теперь попробую. Во-во-во. Да-да-да. То есть, пока он достал. Приснул, когда все отвлеклись. Она грязная, но идеально было бы. То есть, он как сделал? Он взял незаметно флакон. Ну, она смешается просто и всё. Пятый пахнет! Ты что, пшикнул, сука? Вот она, вот она! Команда! Лёха, Лёха, Лёха. Только я плохо увидел, как он вообще пшикнул на блюдо. Или же всё-таки пшикнул, но во время дегустации. Ну, кстати, это очень оригинальная идея была. Лёха, 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 во время дегустации. Лёха, Лёха, это ты мафия! Мафия! Старик, ты просто... Ты в такое заблуждение нас ввел своим вот этим... Зачем? Проиграла синяя команда. Кто у вас мафия? Лёха, Лёха, походу. Всё-таки Лёха. На кухне плиту, чтобы работала. Ну да, то, что он тихо вел себя. То есть, по кадру было видно, то, что... Не сильно так активничал, как в прошлый раз. Блин, ну надо было догадаться. Здесь и дома. Тоже. Да, конечно, я самое главное на проекте. Комар носа не подточит. О, мая. Так, ладно, хорошо. Это чем воняет? Это чем воняет? Мне нужны тёплые сливки. Мы их, разумеется, ничего не сделали. Давай тогда нести холодные. Здесь невысокая. Это самая кухня. Вот. 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 Спасибо. Что, надо погреть их? Тёплые должны быть? Давай их разогреем. Давай погреем. А где микруха? Вон там. Пересолил. Вот как пересолил. Оху... Блин. А вы думали старый? Они думали всю игру старый. А старый хоть как там? Серьёзно, ты вон... Тебя постоянно одного оставляли. А ты ещё один готов. Они дебилы. Они думали, что яйца за мной ходили. Я поздравляю Диму, что так качественно отработал. Лёха вообще не палился. Его даже никто не подозревал. Он там сам себе ходил, гулял, подсыпал. Я как минимум только под конец заметил, что в сливке была добавлена куча соли. О, боже мой. Сливка. Она не помогла. Пришлось добавить пыльшков. Это ещё соль ебаная. Она не растворяет. Такой палец. А специально крупненькую соль. Дешевле зато. Сегодня победили мирные поздравляемых. Спасибо, что не отравили. Подписывайтесь на ребят. Ставьте лайки. Пишите, кого ещё позвать в кулинарный Мангас. С вами было круто. Пока. Мне очень понравилось. Действительно. Классный проект. Мне понравилось. Напишите в комментариях, как вам тоже данное видео. Если вам тоже понравилось, то обязательно к оригинальному видео ставим лайки и подписываться на канал. Откуда этот ролик. Вот. А так, я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на Север Дискорд, то пожалуйста, на Ютуб канале вы можете найти ссылки на группу ВК или на Север Дискорд. Блин, я заикаюсь, извините. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok